Дагестан Картофель на экспорт. Наша республика наладила поставку сельхозпродукции за рубеж. Подробности далее. Нокдаун в четвертом раунде и юбилейная десятая победа. Дагестанский боксер Альберт Батергазиев снова лучший на профессиональном ринге. Сегодня пятница. Благословенный для миллионов мусульман день. Примечательно, что Муфтия Дагестана обратился с призывом к имамам всех мечетей посвятить все молитвы сегодня за мир в Палестине. После коллективного намаза во дворе центральной Джамай-мечети благотворительный фонд Инсан провел сбор пожертвований в помощь палестинцам. Сегодня наша задача с вами не быть в стороне, когда наших братьев и сестер постигло такое горе. Они находятся под гнетом и мы должны просить у Всевышнего Аллаха. Не только здесь, а коллективно. Ночью делает Ахаджут самое лучшее время, как сам пророк, саллиллаху алейкум, нас побуждает. Внести свой вклад, чтобы семьи притесненных мусульман получили кровь, питание и медицинскую помощь может каждый также через официальное приложение благотворительного фонда. Они лишились мирного неба над головой и всего того, что у нас имеется в достатке. Поэтому давайте проявим милосердие и поддержим нуждающихся мусульман столь трудное для них время. Отметим, что всего за сутки благотворительный фонд «Инсан» посредством неравнодушных граждан собрал около 20 миллионов рублей. Из-за большой активности жертвователей система приложения «Инсан» иногда может давать сбой. Те, кто столкнулся с таким препятствием, могут воспользоваться QR-кодом, который вы видите на своих экранах. Один человек погиб и один пострадал в Карабадахкенском районе в результате ДТП. Владелец автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Камри». Водители обоих транспортных средств были доставлены в ближайшие медучреждения с различными телесными повреждениями, где в последующем от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался водитель ВАЗ. 47-летний житель Карабадахкенского района. В Дагестане около 400 осужденных к исправительным работам трудятся в центрах, которые созданы на базе промышленных предприятий республики. Это стало возможным благодаря соглашению, которое Минпромторг и УФСИН региона подписали с местными заводами. Помимо этого, в Кизельюрте функционирует изолированный участок при колонии поселения номер 8, где также работают заключенные. Промышленные предприятия республики заинтересованы в привлечении к работе осужденных, но отсутствие финансирования иногда усложняет данный процесс. С одной стороны, я вас прекрасно понимаю, что если не будет субсидий, о чем мы надеялись, с федерального центра, была такая надежда, но субсидий не будет. Получается, надо выходить из положения на местах, привлекать бизнес. В основном за счет них мы сейчас выходим из этого положения. И дальше уже постараться выполнить то поручение, которое у нас есть по указанию президента Российской Федерации. Труд осужденных может пригодиться в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве и уборке улиц, и прежде всего в Махачкале. Сейчас прорабатывается вопрос создания исправительных центров на базе еще нескольких республиканских предприятий. 700 тонн картофеля было впервые отправлено Дагестаном за рубеж. Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, республика уже наладила экспорт данной культуры в другие государства. В частности, первая партия весом в более 700 тонн была отправлена в Азербайджан. Также в профильном ведомстве добавили, что основные поставки дагестанской сельхозпродукции идут в страны Закавказья, Средней и Передней Азии и Ближнего Востока. И в продолжение сельскохозяйственной темы. В их руках здоровье стада и их производительность. Лучшего оператора по искусственному осеменению крупного рогатого скота определили в Дагестане. Конкурс был проведен в Кизилюртовском районе в селе Стальское. Специалистам животноводства необходимо было показать теоретические и практические навыки в своей профессии. Подробнее в сюжете моих коллег. Участников конкурса по искусственному осеменению было немного, всего 9 человек. Чтобы попасть на республиканский этап, им не приходилось ранее соревноваться в своих муниципалитетах. Было не с кем. В Дагестане таких квалифицированных специалистов единицы. И все они на вес золота. От них напрямую зависит показатель рождаемости коров и не только. Это будет отдаваться в дальнейшем на качество пород, на качество скота, на количество молока. Мы не должны уходить от этой системы искусства осеменения. Потому что это даст возможность избегать инфекционных болезней, которые передаются при естественном осеменении. Одной только отточенной техникой работа осеменаторов не заканчивается. Участникам надо владеть и теорией. Судям важно, насколько хорошо претенденты знают анатомию коров, их репродуктивные циклы, что делать, если организм дал сбой. А вот соблюдение стерильности – одно из важнейших требований в работе оператора. Столы и инструменты должны быть честными. Но самое главное – как конкурсант работает с биоматериалами и соблюдает ли технологию разморозки. Это мероприятие, конечно, большое значение имеет для республики Дагестан. Так как у нас республика аграрная, мы разводим племенной скот. Поэтому кадры решают все. Это актуально. И, конечно, без операторов искусственного осеменения никакой племенной качества ничего не улучшишь. Развитию этого направления в республике в последнее время уделяется особое внимание, говорят в профильном ведомстве. В частности, в текущем году из регионального бюджета было выделено 10 миллионов рублей на создание пяти пунктов по искусственному осеменению. Они охватят не только поголовье крупного, но и мелкого рогатого скота. Мы сегодня прекрасно понимаем, что без искусственного осеменения добиться того желаемого успеха именно в молочной отрасли очень сложно. Приятно было увидеть в составе участников молодые кадры. Это наше будущее. Они действительно очень хорошо владеют технологиями. Прекрасно знают и понимают, какой результат можно добиться, используя искусственное осеменение. По итогам конкурса лучшим специалистом по искусственному осеменению крупного рогатого скота в Дагестане признан Али Алиев из Кизлюртовского района. Победитель и призер были удостойны денежных призов. Остальные участники конкурса также получили соответствующие дипломы. Ватимат Ханапова, Давуд Гасанов, Новости НТ, Кизлюртовский район. И к другим темам. Женская ярмарка «Аниса», прошедшая в Махачкале, завершилась. Дагестанские предприниматели за этот период смогли заявить о себе. А посетители приобрести самобытные, порой уникальные предметы – украшения интерьера и быта. Не остались без внимания и самые юные участники ярмарки. Подробнее в материале Айши Тухаевой. Самым насыщенным, по словам организаторов, оказался детский день. Около 200 детей побывало на ярмарке. Для них была подготовлена развлекательная программа «Викторины и подарки». Именно детский день объединил нас всех. Потому что детская беззаботность, детский смех, детская радость – она заразна. Что бы ни происходило в мире, когда у нас рядом с нами есть дети здоровые, счастливые, мы обо всем забываем. Среди участников ярмарки много тех, кто творит собственными руками. Так у участницы Марьям на женской ярмарке Аниса сбылась давняя мечта – стать дизайнером женской одежды. А дагестанские традиции у нее вплетены даже в современный офисный гардероб мусульманки. Это было год назад. Я говорила о том, что моя мечта – стать дизайнером. Что я хочу открыть какой-то, хотя бы онлайн-магазин, начинать творить, показывать свою одежду. И вот этот день настал. Сейчас я уже на ярмарке представляю свою одежду, уже как дизайнер полноценный, все создаю сама. Завершился заключительный день – исламской модой и выступлением нутрициолога, которое поделилось полезными рекомендациями для многих, уже внедренными в жизнь. По ее мнению, дагестанские женщины – одни из тех, кто умеет ухаживать за собой и своим здоровьем. Самые красивые. Я уверена просто, я в разных странах была, я просто в этом убеждена, что самые красивые женщины живут в Дагестане. Последний день ярмарки был особенно насыщенным. Большое количество посетителей, среди которых много туристов, были впечатлены атмосферой дагестанской самобытности. Мне очень понравились, во-первых, красивые ювелирные украшения, замечательные, замечательная одежда. И вообще я из Москвы приехала сегодня только первый день, и для меня это действительно приятный сюрприз, что здесь, во-первых, делают что-то для девушек красивое, где все могут прийти красивые, все примерить, купить. Мне очень нравится. Это очень красиво, это очень женственно. И поэтому мы смотрели у вас серебряные украшения, мы знаем, что у вас очень хорошее серебро. И надеемся увезти сувенир в Санкт-Петербург. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. И к новостям спорта. Боксер Альберт Батергазиев одержал 10-ю победу в профессиональной карьере. Олимпийский чемпион Токио победил венесуэльца Эндера Луцеса. Поединок возглавлял турнир «Урал-FC» в Перми. 25-летний Батергазиев в четвертом раунде отправил соперника в нокдаун. А в пятом раунде наш спортсмен развил преимущество, и Луцес не смог продолжить бой после пропущенного удара в корпус. Для боксера из Венесуэлы это поражение стало первым в карьере. Футболисты Леги стали восьмикратными чемпионами Дагестана. В финале клуб из Маграмкента встречался с Буйнакской Темирханшурой. Встреча на стадионе «Труд» в Махачкале завершилась со счетом 3-1. Подробности у Курбана Рагимова. Последний бой, он самый трудный. Эти слова отражают эмоции игроков перед главным матчем сезона. Леги и Темирханшура встретились в столице, чтобы выяснить, кто сегодня лучше. У нас немного возрастная команда. Например, я уже не тяну, 40-90 минут уже не тяну, поэтому не знаю. Все зависит от руководства. Главное, чтобы команда сохранилась, я так считаю. Но она будет команда. У этой команды история хорошая. Чемпион прошлого сезона считался фаворитом турнира. Маграмкент знает вкус побед, поэтому целью было оставить кубок дома. В большей степени я рад, знаю, за кого, за того же Рафика Агамезоева, который, да, долгое время эту команду держал. И он больше хотел этой победы, наверное, чем мы. И мы ему ее сегодня подарили. Как-то, знаешь, уверенность была, что мы сегодня его выиграем. Так и получилось. Футбольный праздник, иначе не назовешь больше тысячи болельщиков. Антураж по-настоящему большой игры. Обоюдные коридоры друг для друга от команд. И, конечно, медали и заветный кубок. Финал поставил красивую точку в этом сезоне. Сезон в целом выдался тяжелым, непростым. Но это такая, да, вишняка на торте, можно сказать. Сегодняшний игровой день. Впереди еще один важный турнир – Кубок Дагестана. По замыслу организаторов, он должен стать таким же украшением футбольного года. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин